Как получить удостоверение «Дети войны»? Какие документы нужны для его оформления? Куда обращаться? Сейчас эти вопросы актуальны для более чем 90 тысяч жителей Тверской области. Именно столько в нашем регионе проживает граждан, которые родились в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Наша съемочная группа прошла весь путь вместе с Алевтиной Петровой, которая начала оформлять этот документ. Подробности прямо сейчас. Алевтина Ивановна родилась в 1939 году. Когда ей было два года, началась Великая Отечественная война. Несмотря на возраст, некоторые детали того страшного времени, она помнит и рассказывает о них со слезами на глазах. Нас эвакуировали в деревню. Приехали туда, там ни света не было, ничего. И когда нас начали с машины снимать, я маленькая, помню до сих пор, как я вцепилась в борта машины и кричала «Лялю на дуду!» Ой, сейчас заплачу. «Лялю на дуду!» И все, никак не могла, не хотела оставаться в деревне. Алевтина Ивановна, как еще порядка 90 тысяч жителей Тверской области, имеет статус «Дети войны». Он был законодательно закреплен в апреле 2019 года. А именно он прислон тем гражданам, которые родились в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945. В основе национальных идей, философии, государственных идей лежит уважительное отношение к своей истории и к старшим поколениям. Статус «Детей войны» — это, в общем, не какая-то привилегия, это просто признание уважительного отношения и поддержка людей, которые своим дружным в своей жизни заслужили этот статус. В Тверском регионе идет выдача удостоверений, подтверждающих этот статус. Оформить документ можно в региональном центре социальной защиты населения. Для этого необходимо написать заявление, взять с собой паспорт, ксерокопию двух главных его страниц и одну фотографию 3х4, что, собственно, и сделала Алевтина Ивановна. Мы организовали работу так, что человек, называя фамилию, мы достаем полностью оформленное заявление, человеку надо только подпись поставить и сдать документы. Все. После 7 дней он получает готовое удостоверение. Для того, чтобы у нас людям было спокойно, комфортно, удобно, мы разделили вот эти потоки, когда ты сдаешь заявление и когда получаешь. Причем сделать это можно не только лично, но и по доверенности через своего представителя. Насколько необходим документы, что он дает, ответила на этот вопрос Наталья Белова. Самое главное, это льготный проезд. Льготный проезд, неочередное обслуживание в социально значимых местах, это медицина, пенсионный фонд. И можете заказать автомобиль социальный, если вам необходимо куда-то поехать. Кроме того, детям войны с 2020 года из областного бюджета также будет предоставляться единовременная денежная выплата ко Дню Победы. Как сообщили в областном министерстве социальной защиты населения, сроки выдачи документа не ограничены. Поэтому гражданам, которым он положен, не нужно никуда спешить. Получить его можно спокойно, не создавая чередей в центрах социальной защиты населения по месту жительства или в ближайшем филиале МФЦ.